я всех приветствую на своем канале инфам и тиньфам и с вами лена в этом видео я вам расскажу о своем списке книг это вторая часть запроса в прошлый раз я вам показывала фильмы мой список фильмов а в этот раз уже книги из прошлого видео уже вошли две книги так как фильмы были сняты по мотивам книг и это было просто вместе от она кальвода и также пианист от владислава шпильмана продолжаем наш список и если вы не возражаете я сразу же вернусь свою юность так как эти книги именно которые еще в юности прочитала как-то поменяли наверное что-то вам не то что поменяли во мне а они меня не к направили и сформировали юность да я еще тогда не переехал в евросоюз то есть это до евросоюза и конечно же это будет русская литература без нее никак это будет классика и мне эти предвидения очень дороги и когда я их снова прочитываю я вот воспоминания сразу всплывают еще вот этих вот юношеских чувствах но для первых произведений позвольте мне вернуться еще совсем мою раннюю юность когда я еще не переехала в евросоюз и конечно же это будет произведение русской классики литературы без этого никак произведение которое характеризовывают именно эту совершенно молодость юность еще в ожидании первой любви еще все уже дало мне впереди и это безусловно будет произведение тургенева такие как ася первая любовь вешние воды это действительно произведение которое вот некоторые охарактеризовывают мое состояние души мое состояние этого времени еще вот совсем такая зеленая была и вот читала и мечтала так вот следующее произведение будет евгения анегин пушкина тоже я прочитала еще совершенно юной девицей вот персонаж татьяна наверное для меня это вот некая мораль принципы и наверное вот в этом юном возрасте именно это произведение мне дала дало это понять конечно же я не могла не включить свой список хотя бы одно произведение франсуаза саган и раз мы уже говорим о молодости то конечно же я назову здравствуй грусть потому что это первое произведение которое я прочитала еще на русском языке и тоже вот здравствуй грусть вот такой вот название именно которое подходит для юности для когда в тебе много чего меняются и когда в тебе просто там бушу бушуют какие-то мысли идеи все вопросы много вопросов то есть вот как там здравствуй грусть тоже характеризует еще вот это вот совсем юношесть ну я уже потом конечно же переехала но читала и дальше русскую классику так как мне конечно же не хотелось отставать от своих сверстников и дальше конечно же развивать свои вкусы следующее произведение будет она каренина толстого наверное что мне нравится в этом произведении это большое количество разновидных героев все они разные с принципами и без принципов такие люди встречаются также в жизни и наверное вот как раз интересно возможные характеры как они между собой уживаются как они встречаются больше всего наверное мне понравился левин мне понравилось наверное то что у человека было очень много вопросов в жизни и принципов и насколько раздумий и вот как-то вот для меня это наверное самый глубокий персонаж вот в этой книге также с большим удовольствием я часто перечитываю повести чехова они у меня очень часто лежат возле кровати и также возле кровати у меня очень часто лежит вот такой вот сборник поэзии серебряного века лирика серебряного века называется на самом деле книжечка не такая уж толстая но в ней действительно собрано очень много поэтов и это и майкольский и сенин и цветаева и ахматова и и бальмонт и в общем-то именно нравится что разные стили соединены также и люблю перечитывать для меня поэзия наверное это то что отражает состояние души настроение состояние природы которые отражают кстати и наше состояние души поэтому очень люблю поэзию всегда найдется какое-то стихотворение которое вот в этот миг отражает именно твое состояние